Всем привет! С вами канал Maros Live и в сегодняшнем выпуске говорим о знаменитом заводе Тойота. Наряжаем это видео лайками, подписываемся, кто еще не успел этого сделать. Мы начинаем. Ехал через рекордфинговое агентство Мивина, отправил анкету, анкету подтвердили. Справку обязательно нужно было привезти уже с собой, это анамнез. Мы платили залог, он на тот момент составлял 210 евро, а сейчас составляет 300 евро. Поэтому в этих моментах оно потом в дальнейшем вылезет, а завод не хочет платить больничный, завод не хочет тратить время в плане того, чтобы обучать. Разговор был о том, что там хорошее общежитие, все дела. В вопросах именно работы не совпало совсем. Момент карьерного роста тоже они еще упоминали часто, но... Много клопов? Много клопов? Достаточно. До сих пор? Да. Класс. Хорошо, а что по перерывам? Реально, есть перерывы во время работы? Два по десять и один полчаса обед, все. Еда там заказывают? Сейчас уже с собой. В связи с карантином, с вот этими всеми событиями, то столовые закрыли. Раньше столовые были, обеды были там что-то по 28 крон. Нормальная еда была? Чешская. На любителя. Ну да, то есть там всякие кнедлики, супы с непонятным составом. Вообще сложно угадать, что это такое. Полевка это место. Ну, как бы да, такое. У них есть, конечно, кухня вкусная, но сейчас не об этом. Ну, такая. Короче, специфическая кухня, которая не каждому подойдет. Ну, как бы не то, что не каждому. К ней привыкаешь. То есть это не мускай, что это прям какое-то непотребие вообще непонятное. Но, как бы, на любителя. Там было отдельное меню. Отдельно еще была, соответственно, японская кухня, потому что там администрация японцы. И, конечно, для них там делали всякие. Кстати, интересно, японцы с вами кушали на обеде? Правила нет. То есть они отдельно? У них отдельный обед, администрация тоже отдельное время обеда. В одной кухне не пересекали с рабочими? Они уходят, мы приходим. Вот все пересечим. Ага. Ну, то есть японскую, в принципе, еду, то, что они хавали там, то есть можно было тоже заказать спокойно кушать? Да, но они не входили в основное предложение меню. То есть не за 28, кроме 78, по-моему, или 80, короче, отдельно. Так же, как и Excel меню. То есть уже вышли? Да. Понятно. Короче, сейчас теперь уже на данный момент еда с собой, лоточки, микроволновочки, такое все там есть? Да. Сейчас оборудовали кухни, переделали, и на рабочих позициях там попеределывали некоторые там контейнеры, будки. То есть там есть где разогреть еду, есть где покушать, собственно, и даже чтобы не ходить в основной зал кухни. А кофе такое там, молочко? Фейный аппарат. За деньги? Ну, конечно. Сколько кофе стоит реально? По сравнению, опять же, с Прагой, например. Дороже, дешевле? С Прагой нет, конечно. Дешевле? Конечно, дешевле. Ну, там 16 крон, 15. Следующий вопрос к тебе. Кто работает на заводе? То есть какие национальности преобладают больше всего? Сколько там реально процентов наших людей, украинцев? Может, еще кто-то есть? Чехи, сами тоже, я так понимаю, работают на главных всех должностях. Ну, конечно, там высшее руководство, это японцы и чехи. Японцы, это в основном инженеры, руководители, которые курируют технологические процессы. Чехи, в основном, это HR-менеджмент, финансовый менеджмент, менеджеры среднего звена, то есть вся вот эта администрация, это тоже чехи в основном. Украинцев там буквально знаю один, там, по-моему, он работает инженером. Это, наверное, уже с ПМЖ? Нет, его вообще чудным образом забрали, просто так как раз момент такой попал, и паренек уже не первый раз в Чехии. С опытом работы в этом, то есть и со знаниями языков. То есть со своим дипломом, с стратегицированным, то есть все, там шарик пробился. Там готовый специалист, то есть он был конкретно профильный, еще и с опытом. Так в основном, то есть все везде Чехии. По рабочим линиям, конечно же... Операторы в основном? Кто? Ну, сейчас уже, конечно, начинает преобладать украинцы. Пациентов 70-80? Ну, я бы не сказал, наверное, от процентов так 60-70. Так, уже идет перевал, хотя я не знаю, я сейчас, ну, где там... Уже не работаешь. Позиции, на которых действительно тяжелый физический труд, там, конечно, большая часть украинцев. Тот же самый финальный монтаж, там есть линии, на которых практически все украинцы. То есть так вот, если идешь, смотришь, то там, может, один-два чеха ходят, все остальное, как бы, украинцы. Контроль качества линии, там практически везде Чехи, украинки сейчас появляются, уже их больше. Берут туда, конечно же, девочек, пацанов туда практически... Девочки сейчас тоже появляются, да? Раньше, если в основном акцент был на мужчин, сейчас уже и девушки тоже работают, но только ставят на более легкие процессы. Или нет? Ну, как попадешь. Ну, стараются, конечно, чтобы... Ну, смысл ее взять, она сейчас уволится, потому что она там... Ты там и пойдешь с топором к мужу, куда ты меня... Работа хорошая. Высокооплатика. Да. Кстати. Гори в аду со своей оплатой. По зарплате. Обычную норму часов отработать, к примеру, там, если 160 часов, что обещают, что реально получаешь? Сейчас, на данный момент, в среднем 25-26. Чистыми. Чистыми. Ага. То есть это за 160 часов? Да. Есть ли больше при часов, соответственно, больше денег? Часы оплачивают. При часы вообще там у них нюанс. Ты можешь или брать выходной день себе дополнительно, или, собственно, потом пересчитать их в оплату. Угу. При часы, честно, я не помню, как оплачивают. Там разница, по-моему, вообще никакой разницы. Те просто, короче, рабочие часы закрывают. Угу. Там процент, по-моему, есть, не вру, есть процент, но он совершенно мизерный. То есть ты ее на общей зарплате не увидишь. Единственное, что у них на данный момент, это вот эти вот сверхсмены, меморадные вот эти, то за них сейчас платят там 2-100. Угу. Это получается, как дополнительная смена, дополнительный день? Да. Или после смены от работы? Ага. Суббота, то есть есть просто, типа, как плановые субботы. Они очень, ну, на данный момент редко, сколько я знаю, бывает. Сейчас добавили их две, по-моему, уже подтвержденные, это то, что будет до конца года. Угу. То есть за них идет доплата, конкретно за субботу, там, 2-100 икро. Да. Чистые. Чистые. Ну, если так, в принципе, неплохо. Единственное, что мало этих суббот, да, допустим. На них так сильно рассчитывать там не будешь, на эти меморадные процедуры. Поверь, тебе хватит и рабочей недели. Рабочей недели, опять же, идет пятидневка? Да. Или шестидневка? Пятидневка. Пятидневка, два выхода. Да. Но, опять же, если добавят третью смену, то сразу же считай, что у тебя минус один день. В воскресенье, если в ночь, то... Или понедельник, там, вот это вот все, пересечение, то у тебя или суббота выпадает, потому что ты пришел с той же ночной, и ты субботу спишь. Да, или с воскресенья тебе нужно уйти в ночь. Андрюх, еще один вопрос. Реально, судя из своего опыта, отношение к иностранцам там не совсем хорошее, я так понимаю? Не совсем. Более подробно можешь рассказать? Ну, например, если процессы тяжелые, то это с ту гору, что там будут стоять украинцы. Если процесс легкий и там какой-то вообще интеллектуальный, грубо говоря, да, то, в принципе, там стоят одни чехи, и там максимум, кто может быть, это там девушки, вот на данный момент, там украинки. Украинцев туда не ставят вообще. Плюс есть еще, опять же, у меня на линии был определенный хоть порядок в плане того, что у нас пофиг как, пофиг каким образом, но у нас все время шла ротация. И не важно, кто работает, то есть все время менялись позиции, то есть четыре вот этих периода, четыре позиции. То, например, там на том же финале у них были там приколы о том, что ты работаешь за день, например, два раза на одной и той же позиции. И при том, это позиция какая-то вообще там жестяковая. То есть у них это норма. Например, такая ситуация была. Из моего заезда приехал паренек Максим. Мы прошли вот эту неделю обучения, ну типа обучения теории так называемой, техника безопасности и все остальные плюшки. И приступили к обучению. И так получилось, что во время обучения, то есть тимлидер, нарушая технику безопасности, вступил в его рабочую зону. При этом никаким образом, то есть голосом, я не знаю, кинь в него что-то. Ну то есть он никак не предупредил о том, что он вступает, собственно, в его зону. А они работали, то есть с деталями достаточно острыми. И так получилось, что он его по шее ударил. В фиасе. Ну как, не смертельно. Там просто так все-то раздули, как бы, что он прям ум. Украинец ударил чеха по шее, да? Да, деталью, деталью, ты что? Пытался убить. Детали штампованные. То есть, соответственно, края никаким образом не завальцованы, они острые. То есть они как лезвие, поэтому там все в кевларовых перчатках ходят. По итогу, парня увольняют. Заморушение, да? Нет. Якобы, что у него плохое периферическое зрение. А как он, извините, он задницей должен его видеть или ощущать? Что? Каким образом он его должен вообще ощутить приближение вот этого полудурка? То есть, ну никаким образом. Соответственно, его пишут то, что у него плохое периферическое зрение. Парня увольняют. Еще одна, опять же, ситуация. Это то, что сложилось со мной. У меня, то есть, там были конфликты. Ну и, собственно, этим лидер нас всех собрал. И его всеуслышание заявил. Если вам не нравится ваша работа, вам что-то не подходит, не нравится, валите нафиг на Украину. Чемоданы на вокзал. Короче, дискриминация полная идет. И это, то есть, не то, что там он где-то подошел, мне на ухо сказал. Там, шшшш. А то есть, это прямо, громко, при всех. Ну, я так понимаю, это одна из причин, почему ты ушел. Ну, это одна из. То есть, и это в порядке. Опять же, по поводу тех же рабочих позиций. По поводу решения каких-то вопросов, там, отпуск. Опять же, это одна из причин, почему я ушел. То есть, я начал там воевать за счет того, что часто было такое, что там чехи получали какие-то удобные, хорошие дни для отпуска, да, там. А за свои дни приходилось там воевать. И это, собственно, как бы заположняк. Опять же, с больничными. То есть, тебя, в принципе, могут уволить, если ты долгое время находишься на больничном. Да, там, по каким-то причинам. Подожди. Да, тоже такое дело. Мы знаем, у нас, допустим, на заводе, ну, это, опять же, чехи, могут и по два года болеть. Чехи, да. Если ты просто обычный рядовой персонал, там какие-то причины, что-то там, туда-сюда, и тебя, в принципе, могут попросить, так скажем, пойти на выход. Если у тебя какие-то конфликты на линии, то есть, если там конфликт с руководством, то, например, чеха уволить им достаточно проблематично, и его могут даже перевести на другую линию. То украинцев вероятность практически 95% то, что его уволят. По каким-то вообще, то есть, что-то там найдут, какой-то повод один, второй, третий, вплоть до того, что даже подставили. Короче, не церемонятся на этом заводе, там, с рабочей силой. Нет. От слова раб. Да. Рабочая сила. Там девиз незаменимых нет. Все. То есть, ты уйдешь, придет другой. Все. Поэтому, ну, никто ни с кем не сюськается, и, ну, как бы, сюськается это неправильно, но, тем не менее, как-то уважительно нужно относиться. Все-таки, ну, люди туда едут не просто так, потому что только они этого захотели, да, а все-таки их приглашают, потому что они в этом нуждаются, в первую очередь. Если вы нуждаетесь, так уже координируйте работу, работайте, собственно, не только с персоналом, то есть, назовем это так, нижнего, нижнего, там, линейный, рабочий, но и среднего звена. Ну, а не шли выше, допустим, на японское руководство? Выходили там, жалобы какие-то? А им вообще пофиг. Вот полностью. То есть, вот эта моя ситуация была уже в финале этой ситуации. Руководитель профсоюзной организации написал письмо президенту. А что сделал президент? Он, в принципе, вообще ничего не разбирался. Он спросил там у кого-то с каких-то там кураторов или отделов HR, собственно, вот это вот, спросил, что там? Та говорит, он уже в Прагу уехал и живет на какой-то там общаге. У него уже работа есть там, все, в смысле? Порешали. То есть, вообще пофиг. Им вообще ничего не интересует, что там, как там, где там, ну, как бы, это большой минус вот подобных крупных заводов. Что, когда огромное количество людей, текучка персонала сумасшедшая, из-за этого, собственно, ну, ушел, ну, пофиг. Ну, еще одного возьмем, такие же. То есть, все безликие. Безликие, то есть, замена роботов. Те, конечно. Так и почему, собственно, уволился? Ну, опять же, было увольнение по поводу той же самой дискриминации, это первое. Второе, личное отношение, собственно, самого руководства. И в-третьих, ну, по факту, там отсутствует вообще какая-либо перспектива роста. То есть, карьерного роста там нет? Для украинцев? Единичные вообще там ребята, которые перевелись на какие-то там кураторские должности. Все, переводчики, вот только конкретно, и вот сейчас началось, что из-за того, что переводчиков дефицит, и переводчиков, опять же, тоже нужно вводить в курс и учить, то берут уже из наших, кто там более-менее, кто владеет языком, и учат их, собственно, на переводчиков. То есть, на данный момент, то есть, есть, если это можно назвать, карьерный рост. Но, в принципе, такого, чтобы ты прям вырос до тем лидера, ну, пока на данный момент ни одного нет. И это все так на словах. Некоторым обещают, но, опять же, кого они хотят переводить? Процентов это, наверное, 70, это такие вот популизаторы, ребята. Да. А процентов 30 составляет, которые реально специалисты, ну, ребята, то есть, ну, им дано, и у них хорошо получается. И у меня был конфликт, достаточно неприятный, жесткий, с тем же самым тем лидером. Курировался этот весь конфликт групп лидером, и никоим образом не решался вообще. То есть, это вот даже фраза была «валите на Украину», это тоже адресовано было мне, собственно. Из этого оно все пошло. Во-первых, повышенный уровень притязаний, заниженная оценка, само по себе скотское отношение, конфликты. Вот это вот все в куче, как бы, по итогу привело к тому, что я, как бы, ну, я не видел ни другого выхода. Ты так понимаешь, что, ну, ты в реальности последнее время, наверное, уже был в депресснике? Ну, не то, что в депресснике, я больше зол был. Ну, работа в стрессе, правильно? Да, это был стресс. Дискомфорт, то есть, это неудобство, это ты идешь на работу без всякого удовольствия. Ну, я тебе скажу, там вообще, как бы, удовольствие сомнительное. С самых первых дней, что ли? Ну, нет, первые дни – это интересно. То есть, это интересно, ходишь с открытым ртом, как это, знаешь, машинки. Таё, да. Катаются, роботы это все, носят красиво. А потом, как-то, вот, полгода и все, интерес идет на спад и дальше. Там в чем прикол? Чем меньше работаешь башкой, вообще, вот, чем больше ты уходишь сам в себя, тем меньше у тебя ошибок. Интересно. Поэтому назвать эту работу прямо интересной, ну, не знаю, такое себе. И, собственно, по этой же причине, как бы, мы много общались, я попытался перевестись на логистику. Меня пароли, врали, ну, за пароли, в принципе, мое желание. Это вот, я писал там жадость, эту заявку, за пароли эту заявку, врал и тим-лидер, и групп-лидер, мастер цеха. Басни мне тоже там травил, лапшу на уши вешал, что мы тебя переведем, мы тебя переведем. И, собственно, тим-лидера это жутко заело, как это так, от его высочества хотят уйти, если он такой прям прекрасный тим-лидер, что вот от него люди уходят. Ну, и на этой почве там еще было, конечно, личное там один нюанс, но это, опять же, там, это были его домыслы и проблемы, я в этом не участвовал, которые, собственно, привели к нагнетению этой ситуации. И чехи, как бы, такой народ, они в глаза прямо очень мало что говорят, то есть он не может тебе, грубо говоря, по-пацански подойти и сказать, ну, братан, слушай, так и так. Да, там, ты там не прав, давай что-то решать. То есть он своими методами и за спиной, там, что-то, какими-то там плевками, где-то там, что-то подгадить, подпортить, вот это вот все, вот, по крайней мере, конкретно там, это именно вот так все происходило. Подставы, какие-то проблемы надуманные, бред. Короче, это все, что может повлечь за работой на Тойоте. Ну, я не могу сказать, что это прям всех вот так вот коснется, что это вот. Потому что каждый индивидуальный, как бы, сам по себе, все зависит от того, конечно, как ты себя там поставишь. Если можешь, если хочешь молчать, то молчи, но есть же, которые люди не молчат, я так понимаю, и тоже не молчат. Потому что зачем терпеть это все? Правильно? Я не вижу смысла унижать самого себя, свое достоинство, честь ради денег, ради того, чтобы там, каких-то эфемерных перспектив. Ну, если кого-то это нормально, для меня это ненормально. То есть, я не считаю это нормой. Оно того не стоит, грубо говоря. Понятно? Есть нормальные места, там, адекватное руководство, которые лояльно относятся к украинцам. Но, опять же, лояльно в плане того, что им впадло учить новых, просто банально. То есть, мы тебя мудохали, учили полгода, а ты потом взял, уволился, потому что там с кем-то там поругался. Ну, то есть, ну, такое. И это же опять брать, опять учить-то нафиг. Да-да, все хорошо, все, ты молодец, умничка. То есть, вот такое тоже присутствует. Ну, ты знаешь, это намного приятнее, чем когда тебе регулярно вот это вот несанкционированные половые связи. Ну, как бы, не особо. Не, ну, тем более, опять же, если бы это было самое последнее место работы, где вообще платят деньги, а в Чехии везде не было бы работы, тогда я еще понимаю. Работа на самом деле миллион, выбор велик, едь куда хочешь, куда глаза глядят. Тем более, Прага под полком, столица, это вообще работа за такие деньги. Такую же зарплату, в принципе, можно найти и тут миллион даже, те же самые магазины, там, торговые центры, супермаркеты, в том же самом Lidl, профсоюзная организация поднимала вопрос о том, что низкая оплата у нас на Тойоте, вот здесь, на этом заводе, самая низкая оплата. Даже в Индии они получают больше. При том, что просто, типа, они это мотивируют тем, что мы производим дешевые автомобили. Да, но мы делаем тот же самый объем работы. Мы делаем, по факту, ту же работу. При том, с большим темпом, потому что тактайм, вот этот, самый быстрый. Так, извините, вы же по итогу, на общем-то, фоне, сумма-то денег, извините, компенсируется вот этим объемом. Ну да. Так и платите, соответственно. Поэтому, ну, я не понимаю вот этой же несправедливости, правильно сказать. И профсоюзная организация поднимала вопрос о том, что, извините, в Праге, в Лидл, получают больше, чем на ТПЦА. Как это? Почему? В смысле? Так и сравните работу. Ну да. Поэтому, ну, вот оно, бред, короче, я не считаю это нормой. В завершение нашего видео, что бы ты пожелал новым сотрудникам, которые приезжают на Тойоту работать? Что бы ты им в реальности посоветовал, может, какой-то опыт передал бы? Ты в двух словах. Какие скажете? Денег нет, но вы крепитесь. Ну, это так, шутку. Ну, во-первых, хорошо подумать, вообще, стоит ли оно того. Второе, конкретно ставить перед собой определенную целевую задачу, потому что, если ехать просто заработать денег, чисто конкретно заработать денег, то это плохой вариант. Потому что особо там ничего не заработаешь. Минус квартира, минус проезды, еда, собственно, на руки. По итогу не так уж много остается. Если делать, ну, именно, знаешь, вот если дома там в Украине, грубо говоря, ни кола, ни двора. Ну, в принципе, можешь ехать. Да, то есть, у тебя здесь есть где жить, есть что есть. Если есть какие-то варианты, ну, тогда лучше ехать зарабатывать, да, там, и ехать, допустим, обратно. Если конкретно эмигрировать полностью, то есть, переезжать в эту страну, ну, тоже вариант. Если делать воссоединение с семьей, в принципе, да, но нужно хорошо подумать, что это все обойдется достаточно дорого по здоровью. Потому что самое большое то, что страдает, это здоровье. То есть, я так понимаю, там люди сильно не задерживаются на этом зоне? Очень мало кто есть там, которые работают там 10 лет. Это единицы, и, как правило, это люди с такие уже безвыходные ситуации. Потому что, ну, кто там работает? В основном, ну, чехи, которые без образования, без жилья, у них выхода просто нет. То есть, им это подходит чисто по пакету, который предоставляет этот завод. Ну, опять же, если разговаривать о том пакете, у них пакет поинтереснее будет, чем пакет для украинцев? В этом плане я могу сказать, что, наверное, нет, скорее всего, что одно и то же. По крайней мере, я не слышал каких-то таких... Да, там есть какие-то еще бенефиты, я про них спрашивал много раз, но, как правило, переводчики о них там как-то так, а, не знаю. Вот, но в основном, то есть, у них пакет вот этих плюшек такой же самый. И, кстати, я еще не сказал по поводу перевода с линии на линии. Там тоже... Давай добавлять. Чех может перевести с одной линии на другой, если у него что-то там не получается, или он этого хочет просто. Для украинцев этого тоже нет. Это можно отнести к пакету. Ну да. В общем, у пакета. Ну что, Андрюх, тебе большое спасибо за время, большое спасибо за опыт, потому что реально очень крутое интервью получилось. Я не ожидал, честно, такой искренности услышать. И, на самом деле, очень реальная правда. Понимаешь, не все так хорошо, как заманчиво манят те баннеры, те рекламы, которые пишут. Давай, иди сюда к нам, у нас все вот так вот будет круто. Будет. Ребят, вам спасибо всем за просмотры. Кто еще не подписался на наш канал, подписываемся. Ставим лайки Андрюхе этому видео, потому что реально человек выложил все наизнанку, как есть. На этом будем заканчивать, увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Чао.